И шашки, и шахматы являются интеллектуальными играми, в которые любят играть умные люди. В шахматах конечной целью игры является победа. То есть надо поставить мат королю соперника. Мат в переводе с арабского означает «умер». В шашках конечной целью игры является либо уничтожение сил соперника, либо их пленение или запирание. Конечно, матов в шашках нет, но многие шашисты пользуются этими понятиями. То есть когда мы ставим угрозу выигрыша шашки, либо проведение комбинации, мы иногда говорим «шах». Поэтому сегодняшнее видео будет интересно очень сильно тем шахматистам, которые увлекаются в том числе и шашками. Ну а тем людям, которые считают шашки детской игрой, несерьезной игрой, Пожалуйста, проходите мимо, не тратьте наше время зря. Я привык общаться с умными людьми, поэтому я вас буду банить. Вначале, друзья, рассмотрим наиболее простые приемы выигрыша шашки или угрозы проведения комбинации. Затем будут более сложные идеи. Ну и в конце рассмотрим несколько партий. Во всех примерах можете ставить видео на паузу и пытаться самостоятельно найти выигрыш. Если вы будете делать это сами, то от просмотра видео вы получите наибольшую пользу. В первой позиции белые ставят несколько угроз, а затем выигрывают шашку d4. Первый ход очевидный. Играем cd2 с угрозой нападения с поля c3. Поэтому черным приходится играть gf6, не давая такого хода. Ну тогда играем gf4 и сразу же поставили две угрозы dc3 и fe5. На любой ход, ну допустим bc5, нападаем dc3 и легко выигрываем шашку. Следующий пример из партии двух гроссмейстеров. Зиновия Цирика и Вениамина Городецкого с переменой цвета. Белые начинают и выигрывают. Вначале надо разменяться. Вот таким образом. И затем сделать тихий ход cd2. То есть не даем шашке f4 пошевелиться. Ну и на единственный ход b7 нападаем на нее. И белые должны победить. За счет лишней шашки. Вначале сразу же не годился ход d e5, потому что здесь побеждают уже черные. То есть они жертвуют шашку и играют d e5. И выясняется, что за счет связки своего правого фланга белые должны проиграть. Например, ed2 ab6, c e3, bc5, f4, cd6. Ну и что-то как-то некуда ходить. Поэтому будьте внимательны всегда. Просчитывайте все варианты до конца. В следующей позиции белые также начинают и выигрывают. Ну, здесь ничего не дает ходы обычные cd4, fe3, fg3. Бесполезно так играть. Вначале надо разменяться. Вот таким образом. Ну и здесь сразу же видна слабость шашки f4. Играем cd2. Ну и следующим ходом грозим напасть на нее. Допустим, fe3. Ну и белые выигрывают шашку и легко должны победить. В следующей позиции белые также выигрывают шашку. Вот такой прием стандартный. Играем fe5. И вначале надо побить именно на f4, чтобы шашка g5 не могла уйти на борт. Затем, следующим ходом, бьем шашку d4 и также побеждаем. В следующем примере белые вначале ставят угрозу, а затем прорываются на преддамочное поле. Вначале нападаем gf4. И видите, грозим выиграть шашку g5, поэтому приходится закрываться. Тогда отдаем две шашки и сами бьем две шашки. Прорываемся на преддамочное поле. Черные вынуждены бить. Мы ставим дамку. И белые должны победить в этой позиции. То есть сила дамки равна примерно 2,5 шашкам. В некоторых позициях цена дамки может разниться, но в среднем 2,5 шашки. Поэтому белые должны здесь легко победить. В следующей позиции белые начинают и выигрывают. Вначале ставим угрозу несложную, а затем, когда черные ее парируют, то проводим комбинацию. Играем cd2. И стоит угроза сыграть cb4 и прорваться в дамки. Ну и как бы черные здесь не закрылись, cd6 или ed6, без разницы, тогда проводим комбинацию. Fe5, cb4 и прорываемся в дамки с выигрышем. В следующей позиции непонятно даже на первый взгляд, как выигрывать белым. Но если присмотреться, то становится ясно, что у черных очень слабая шашка f4. Коловая шашка, но видите, у них одна есть только защита, шашка g7 в этой позиции. А у белых сразу же 3 нападения. Шашки e1, f2 и g1. Понимая, что мы можем 3 раза напасть, соответственно, уже начинаем искать выигрыш в этой позиции. То есть в начале разок нападаем, выбиваем шашку g7. Ну и здесь понятно, что бесполезно играть ef2 или gf2. Просто fg3 черные сыграют. И тут уже выигрыш будет у черных. Поэтому в начале играем gh2, ставим упорчик для следующего нападения. Ну и здесь выясняется, что шашка f4 неминуемо гибнет. Допустим, на ход ab6 играем ef2, ну и на ход bc5 уже нападаем. Выигрываем шашку f4. Поэтому после хода gh2 у черных единственный ход ed6, чтобы помешать этому клану белых. То есть, видите, на ход ef2 уже будет удар fg3. Ну здесь тогда такой несложный разменчик. И белые остаются с лишней шашкой. Должны победить. В следующей позиции белые также ставят в начале угрозу и затем проводят комбинацию. То есть в начале меняемся gf4. И стоит угроза сыграть ed4 и прорваться в дамки. Поэтому черные должны играть gf6. Ну тогда проводим комбинацию. Отдаем одну шашку, затем вторую. И снимаем три шашки соперника с выигрышем. Следующая позиция также похожа на предыдущую. Не расстановкой шашек, но идеей. То есть в начале ставим угрозу проведения комбинации. А затем проводим комбинацию. Первый ход ef4. И видите, стоит угроза сыграть fg5 и fg3. И прорваться на поле e7. Поэтому черные должны играть cd6. Ну cb6 нету из-за простого hg3. И белые все равно прорываются в дамки. Поэтому приходится играть cd6. Ну тогда здесь уже проводим также несложную комбинацию. Отдаем одну шашку, затем вторую, затем третью. И белые должны легко победить. В следующей позиции белые делают несколько угроз. И затем легко побеждают с помощью комбинации. То есть видите, у черных слабость. Шашка на d8 отсутствует. Ну и шашка на b4 тоже здесь не блещет умом и сообразительностью, что называется. Поэтому играем cd4, шах, грозим побить шашку b4. Поэтому приходится отходить b3. Снова шах, играем dc3 и грозим сыграть cb4. Поэтому приходится играть d5, не давая такого хода. Ну а здесь уже проводим несложную комбинацию. То есть играем gf4, затем cb4. Ну и можно сказать ставим черный мат. Можно сдаться. Следующая позиция очень красивая. Белые начинают и выигрывают. В начале делают неожиданный ход gf2. И видите, грозим выиграть шашку fg3. То есть приходится отходить. Ну тогда проводим комбинацию. Играем fg3. Затем d5. И видите, создается так называемая решетчатость позиции черных. Затем играем d3. Ну и как бы черные здесь не побили, все равно бьем 4 шашки и должны победить. В следующей позиции белые побеждают за счет проведения комбинации. Какая предпосылка в этой позиции для проведения комбинации? Это отслабленное поле h8. То есть в начале играем fe5, жертвуем шашку. И затем нападаем. Ставим угрозу пройти в дамки. Поэтому приходится закрываться. Ну тогда выбиваем шашку e5, жертвой двух шашек. И проводим свой финальный удар. Попадаем на преддамочное поле. И получается следующим ходом поставим дамку ценой за 2 шашки. То есть это как бы хорошо. Белые здесь должны победить. Еще один интересный пример. Позиция черных выглядит монолитной, как скала. Но тем не менее белые, как скалолаз, находят зацепку и легко побеждают. Белые играют fe3. Тихий ход. Никаких угроз. Но тем не менее здесь у черных цукцванг. То есть куда бы они ни пошли, везде плохо. Давайте рассмотрим возможные ходы. На ход hg5 мы выигрываем шашку. И должны победить. На ход ef6, допустим, или cb6. Тут без разницы. На любые эти два хода играем hg3. На ход ef6 прорываемся на преддамочное поле. А на ход cb6 остаемся с лишней шашкой. Еще остался последний ход b7. Ну еще и fg7, да. На b7 и fg7 также проводим удар. То есть hg3. И белые прорываются в дамки с выигрышем. Такой простой, но незаметный выигрыш. Следующие позиции. Черные неосторожно напали последним ходом fg5. Видите. И белые здесь могут поставить неотразимую угрозу. Белые играют dc3. И бьют именно на поле b6. На f6 бить бесполезно. Черные вынуждены возвращать шашку. Иначе они проиграют. Тогда мы играем ab2. И скромно меняемся на поле f4. И видите. Стоит угроза. fe5. Она здесь неотразима. То есть черные либо вынуждены жертвовать шашку. Таким образом. Или таким образом. Ну и белые должны победить. А на ход ef6. Тогда уже все равно играем fe5. Ну как бы черные не били. Белые прорываются в дамки с выигрышем. Следующая партия очень красивая. Возможно в дебюте новое начало. cd4 bc5. Это ходы. Соответствуют дебюту новое начало. И играем bc3. Сильный ход. Черные занимают центр. Центр в данном случае рыхлый. За счет отсутствия шашки на поле a7. Правый фланг у черных очень слабый. Ну и кроме того. Видите. Белые связывают центр черных ходом f4. gf6 cb4. fg5. И белые начинают атаковать правый фланг черных. b5. Бьем две шашки. Снова бьем на b6. Ну и черным надо возвращать шашку. Тогда играем d e3. Черные бьют. И меняемся gf4. И видите здесь уже четко видно, что у черных очень ослаблен их правый фланг. Поэтому здесь ничья для черных предел мечтаний. У белых особых слабостей нет. fg7. ab2. gf6. cd2. На ход fe5. Уже просто играем bc3. cd4. Ну и после хода cb4. Здесь можно побить и с перебоем. И либо одну шашку. Здесь у белых очень большое преимущество. Ничья еще есть у черных. Но преимущество огромное. Поэтому черные играют fg7. Тогда играем bc3. Здесь еще за черных спасал вот такой размен. cb4. И выигрыша у белых как ни странно нет. Тоже большое преимущество. Но выигрыша нет. Но в партии в рт курносов черные неосторожно напали. Ходом fe5. И белые очень красиво побеждают. В начале меняемся. Играем gf2. И поставили черным шаг. То есть грозим следующим ходом сыграть cd4. И выиграть шашку c5. И прорваться в дамки. Поэтому черным надо меняться. Это единственный ход. Снова шаг даем. Играем cd4. Грозим выиграть шашку b4. Поэтому приходится отходить на борт. Снова шаг даем. dc3. Грозим сыграть cb4. И прорваться на преддамочное поле. Поэтому черным приходится меняться. cb6. Другого нет. Ну а тут уже проводим не сложную, но красивую комбинацию. Играем cb4. Затем ef4. И легко побеждаем. Вот такая красивая партия. Следующая комбинация. Возможно в дебюте киевская защита. Очень люблю этот дебют. cd4. fg5. bc3. gh4. cb4. Играем gf6. Ну и здесь у белых два хода. dc5. И bc5. После bc5. Возможен дебют кол. А после dc5. Киевская защита. В начале нападаем. cb6. И выбиваем важную шашку d2. Я ее называю серебряная шашка. То есть шашка e1 называют золотая шашка. Или царская шашка я называю. А вот шашка d2 серебряная шашка. То есть она очень важна для взаимодействия флангов. Белые закрываются. d3. И играем аж5. Белые меняются назад. Но рано или поздно это они сделают. И играем аж7. ab2. Белые закрылись. Чтоб не дать размен gf4. Тогда играем ed6. ab4. dc7. Ну и здесь можно сыграть b5 в этой позиции. Даже cd2 иногда играют. Ну белые здесь играют b5. Тогда играем de5. И в этой позиции белые решили разменяться. gf4. Бой-бой. И играем ef4. Ход гроссмистера Виталия Габриэляна. Очень сильное продолжение. Ну и в этой позиции надо конечно же играть cb4. С равной позиции. Но в этой позиции очень часто шашисты и любители играют cd2. Этот ход как ни странно уже проигрывает. То есть непонятно как выигрывать. Но тем не менее у черных здесь выигрыш. В начале ставим угрозу. А затем проводим комбинацию. В начале играем g6. И стоит угроза. Видите. Сыграть fg5. И затем fg3. И прорваться в дамки. Поэтому у белых единственный ход. gf2. Ну или ef2. Тут без разницы уже. Ну здесь за счет ослабленности поля c1. И решетчатости шашек белых. Видите. Между шашками есть свободные поля. Черные проводят комбинацию. Создаем шашку. hg3. Затем hg5. Затем пропускаем белых дамки. Ну и легко побеждаем. Такая красивая партия. Ну и последняя партия на сегодня. Партия Savinok-Litvinovich. Сыграна в Блиц. В 1977 году. Очень красивую победу одержал гроссмейстер Виктор Сергеевич Литвинович. cd4 hg5. gh4. Дебют обратная игра Бадянского. Черные играют gh6. Ну и в этой позиции у белых есть два плана. dc5 и fg3. Белые сыграли fg3. Тогда черные играют ba5. Белые решили поставить кол. Ходом dc5. И черные здесь на него тут же нападают. Приходится закрываться e d4. И черные воспользовавшись возможностью меняются fe5. Ну так бить плохо. Шашка f6 будет подвержена атаке. Поэтому белые бьют вот таким образом. И играют gf4. Черные сыграли gf6. И белые сыграли hg3. Развивают отсталую шашку h2. Здесь гроссмейстер Виктор Сергеевич напал. Напал на шашку f4. Ну и здесь можно было просто gh4 разменяться с равной игрой. Абсолютно равная позиция. Даже у белых поприятнее. Но белые пошли bc3. В блице. И здесь выясняется, что у черных форсированный и очень красивый выигрыш. В начале нападаем разок на кол белых. Играем dc7. И поэтому белые должны закрываться. Либо ab2, либо e d2. Тут без разницы. Затем нападаем cd6. Белые закрылись. И отыгрывают шашку обратно. Но здесь черные проводят красивую комбинацию под названием лестница. Играем ef6. Затем hg5. Затем fe5. И полностью разбиваем позицию белых. Затем загоняем белых в дамки. Заводим вторую шашку в дамки белых. И красиво поднимаемся по лестнице. Ну и здесь простой выигрыш за черных. То есть на ход gh2 просто играем. На поле e1. И белым некуда ходить. А если белая играет ab4. Тогда здесь возникает финал под названием вилка. Или штаны. Или распорка. Кому как угодно. Нападаем. Надо отходить. Затем играем на поле c5. Ну и после хода gh2. Просто играем на поле f2. И белым надо сдаться. Если вам понравилось данное видео. Пожалуйста поддержите мое творчество. Подпиской и большим пальцем вверх. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Если что-либо непонятно. Отвечу на все вопросы. До свидания друзья. И давайте воевать. Только на шахматной и шашечной досках. Субтитры сделал DimaTorzok.